Всем привет! Очередное видео по Solidworks Просто для себя и как моделью тут Это никакие не уроки и так далее Здесь немножко по другому я вам расскажу Как все делать, ну по правильному в смысле Либо только для себя скажу, как я делал всю эту модель Вот такая деталька Она тоже будет на виде сверху у нас Но как будто она лежать на столе будет Какие здесь моменты? Здесь два момента есть Вот эти вот, например, отверстия Я привык делать операции отверстия в Solidworks А не в чертежах все это делать Я здесь ставлю точки Но это когда слишком такая замудренная деталь То там, да, лучше все-таки делать Ну, заранее делайте точки Либо если у вас какая-то есть окружность То Solidworks по окружности все это делает Все замечательно Тем более если какие-то сложные отверстия у вас Подшпоночные, ну и так далее Со скрытыми головками и так далее Болты Вот Если у вас простой чертеж То это можно сделать уже в самом чертеже И потом уже все это делать Почему это делается? Потому что отдельную операцию легче редактировать Чем лезть в чертеж Находить какие-то размеры Тем более если вы забыли сделать ограничение Между этими отверстиями на равный радиус То есть равный, ну да Вот То Тоже будет все это проблематично искать А так у вас есть отдельная операция По поводу скругления Тоже лучше делать это отдельными операциями Когда у вас уже есть готовая деталь То есть вы делаете здесь острые углы Вы экструдируете деталь То есть выталкиваете Вот И потом уже делаете Либо фаски, либо скругления Еще один момент Вот эти все скругления Желательно делать до того Как вы будете делать какие-либо размеры Потому что В Solidworks есть такая непонятная фигня Я вот у человека одного спрашивал Ну может другие мне подскажут Эта фигня никак не отключается Я не нашел этой настройки То есть если вы сначала сделали Какие-то контуры Образмерили всю эту деталь И потом начали применять фаски У вас начинает вылазить предупреждение Что Сейчас у вас То есть у вас все это чертеж образмерен Сейчас у вас все слетит То есть все вот эти Которые взаимосвязи вы сделали в эскизе Они у вас работать не будут И так с каждой фаской Даже одного радиуса То есть вы поставили здесь фаску Вылезло предупреждение Потом поставили фаску следующую Опять вылезло предупреждение А если у вас таких фасок То есть и скругление навалом То это все постоянно будет вылазить Я не знаю как эту фигню отключить вообще Поэтому Сначала делаете вот эти скругления А потом уже делаете размеры Между разными элементами Так будет намного проще Так, ну и поехали Так, я делаю новый документ Выбираю свой шаблон Это все будет на виде сверху у нас Я сразу сделаю здесь Ну, такие вспомогательные линии Так, здесь у нас будет линия вспомогательная Ну и еще вот так вот сделаю Как-нибудь Затем Это и центральная точка У нас будет по средней точке И это тоже по этой точке У нас будет Средняя точка Хотя это не обязательно делать Ну да ладно Так, теперь окружности Одна окружность у нас будет здесь Потом будет у нас здесь слот То есть прямая прорезь Так, отсет до сих пор И вот такая Теперь Я буду делать Ах да, и забыл сказать И вот эти вот окружности Вот которые в центре Они делаются уже после того Как вы сделали здесь скругление Особенно если они находятся У них центр координации впадает Потому что вы просто наводите место На центр скругления Вот это Под будучи отверстия И у вас сразу здесь отверстие будет То есть вам не нужно ничего Образмеривать Если у вас окружность стала черной Значит она точно привязалась Если нет В Solidworks это часто такое может быть То есть поначалу все это привязывается Но сами привязки То есть ограничения Они не накладываются Вот В Solidworks это сразу срабатывает То есть это в Тифлексе В Solidworks это нужно смотреть за этим То есть если окружность синяя То ограничение не сработало по центру Просто Так лучше делать отверстия И запомните Отверстия Все отверстия И скругления Делаются только в последнюю очередь Но это уже на готовой модели В данном случае На чертеже Я буду сначала сделать скругление По вышеуказанной причине Потому что потом у вас все будет слетать То есть нужно подходить по месту К задаче Так Сейчас я буду просто рисовать Я возьму линию Ну и можно по этой точке Неважно где там Так Можно Так Потом Так 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 Потом Ведем сюда Потом Повели вот сюда Куда-то Вот эти вот ограничения Которые видите Вот Они автоматически В Solidworks не ставятся Только ставится у нас Совпадение Больше никакие ограничения Здесь не работают Поэтому ограничения Нужно все равно Образ Ну то есть Накладывать уже потом вручную Так Например У нас это будет Сейчас выберу Вот это Вот это И вот это И потом сразу появляется У нас здесь Симметричность Так И Вот здесь Вот то же самое В Тифлексе Что хорошо А еще вот эту линию Так Если у вас соскочило Пропала эта менюшка То идете либо На левую сторону Здесь выбираете Либо правую кнопочку мышки Пока у вас здесь все выбрано И выбираете здесь Симметричность В Тифлексе Что здорово сделано Если например У вас здесь Вот эта одна точка Вершина ниже Чем вот эта А вам нужно сделать На уровне То вам достаточно Сделать симметрию Вот этих линий И вот эта точка Она выровняется Как и на левой Ну или левой выровняется По правой То есть Вся полностью Вот эта геометрия На этой линии Включая точки Саму линию Она будет точно такая же После симметрии Как и слева В Солидворксе Сделано по тупому Просто Просто здесь Делается расположение Самой линии Симметрично Остальная геометрия Остается на своих местах Вот это мне Очень непривычно Может есть какая-то Настройка Вы мне Скажите пожалуйста Поэтому мне приходится Выбирать здесь Здесь И ставить Одинаковое Равенство Либо делать Эту вершинку Эту вершинку Горизонтальной То есть много путей есть Здесь например Давайте я выберу Здесь Совпадение По этой точке По центру Ну и все В принципе все Теперь будет работать Так и как я уже говорил Нужно сначала Накладывать У нас Скругление Здесь у нас будет Радиус 10 То есть все правильно Здесь ставим И здесь ставим А здесь у нас будет Радиус 8 Поэтому подтверждаем Сначала вводим здесь 8 Ставим здесь И здесь Все Никаких предупреждений Не было И теперь мы можем Запросто Образмеривать деталь И впоследствии Уже никаких у нас Предупреждений Не будет Так давайте Поставим Вот видите У нас центра Дуг И здесь же у нас Будут отверстия Поэтому мы можем Запросто здесь поставить Размер 50 Между ними Вот Так Если у вас Вот такое Дело получилось То есть Слетела геометрия Вы просто берете И вот так вот Перетаскиваете Вот Дальше Теперь Между этими Двумя линиями У нас будет Элементами Назовем 70 Все правильно Ну давайте Пока так и оставим Потому что у нас Радиус 10 10 50 И соответственно Так 50 60 И 70 Все правильно Поэтому это у нас Будет чисто размер Такой он видите Вспомогательный То есть уже Просто 70 Серегим цветом Он будет обозначен Он в принципе Здесь не нужен Дальше Между вот этой линией И вот этой линией У нас будет Размер 26 Дальше Толщина То есть длина Вот этой линии У нас будет 25 И Между Вот этой вершинкой Давайте И вот этой Сделаем здесь Здесь то же самое Видите Размер гуляет Поэтому вы Правую кнопочку Щелкаете Все зафиксировалось Теперь как бы вы не водили У вас размер будет зафиксирован А здесь ставим 25 Вот такая штука Теперь У этой линии Будет размер Ну или между двумя точками 30 Вот все у нас Отлично идет Образмеривается Так Теперь Что еще У нас вот эти вот отверстия Центра отверстия Находится По центру Ну нашей глобальной системы Координат Скажем так Поэтому Мы можем здесь запросто Тоже делать размер У нас здесь будет А вот здесь размера нету Ну давайте Сделаем Так У нас еще 70 50 А Общий размер Нужен нам Пока Давайте не будем делать Нам общий размер Нужен будет Этой детальки Так Между этой Что-то не хочет Размер сбился Между этой И вот этой У нас будет 110 Вот они Почернели Так У нас Отверстия Эти располагаются Вот видите Здесь нет Размера У нас Отверстия Где-то Располагаются Я так думаю Давайте сделаем Чтобы они равнялись Вот на Начало Вот этой Вот фаски Вот так Вот привяжемся Сюда Будет намного Лучше Давайте Сделаем Здесь Так Так И По вертикали Все Теперь Можно делать Так У нас почему-то Здесь еще Погашено Все это дело Радиус 8 Есть А Расстояние Между Центрами Вот этими Ну давайте Сделаем Так Сейчас Я Д То есть Между Вот этой Точкой Ну или Либо центральной Можно сделать И вот этой Линией У нас будет И сразу Почернел У нас Весь Эскиз То есть Полностью Образмеренный За исключением Окружности Так Окружность У нас Будет 30 Диаметром Затем Этот Прорезь Это у нас Будет 4 Радиус Так Радиус 4 И Расстояние Между Центрами У нас Будет 25 25 Ну Здесь у нас Неопределенность Потому что Она у нас Здесь будет Вырезаться Вот Поэтому Она здесь У нас Не нужна Кстати Давайте Попробуем Сейчас Все это Дело Удалить То есть У нас Вот так Вот Да Все это Будет Удаляться И скорее Всего Нам Сейчас Нужно Будет Опять Что-то Образмеривать Здесь Сейчас Посмотрим Так Почему У нас Здесь Это А ну Вот Несовпадение Между Этими Точками Так И здесь Скорее Всего Ну да Все слетело Здесь у нас Поэтому Можем Так Сделать Симметричность А здесь Будет Горизонтальность Скорее Всего Ну Что-то Не хочет Вроде Не перемещается А еще Эту точку Надо было Сразу По горизонтали Сделать Да Что ж Такое Это Видите Когда Удаляется Это Ой Неравенство Надо было Сделать А Параллельность Вот Они стали Черными Но Повторюсь Это Не обязательно Делать Это Слишком Для Дотошных Людей И Теперь Мы Запросто Делаем Отверстие Так Клавиша С У меня Назначена Так Раз Два Три Ну Здесь Можно Отзеркалить Но Я этого Делать Не буду Потому что Здесь По-быстрому Все Делается Единственное У нас Верхние Отверстия Будут Одного Диаметра Так У нас Здесь Будет Десять А Вот Эти Отверстия У нас Будут Восьмеркой Так И Расстояние Между Этой Точкой Вот Этой У нас Будет Тоже Восемь Хотя Можно Было Сюда Навести Наверное Так Теперь Верхние Отверстия У нас Будут Одинаковые Это Будет Равенство И Все Вот Эти Отверстия Окружности То есть Будут Равенство Теперь Нам Нужно Настроить Так Вот Видите Они Сразу У нас Почернели Потому что Они У нас Были Привязаны К Этим Точкам И Нам Дополнительно Никакие Ограничения Делать Не Нужно То С Помогательные Вот Эти Все Линии Очень Себя Хорошо Показывают Так Ну и Все У нас Эскиз Полностью Черный За Исключением Вот Этих Штук Выдавливания Делаем Также 10 Пускай По Молчанию Будет Здесь Не Важно Исходную Точку Я Скрываю И Давайте Опять Применим Здесь Фаску 0.5 Так Так И Вот С этой Стороны Ок Ну и Вот Такая Деталь У нас Получается Также Здесь Можно Легко Применить Материал Либо Правая Кнопочка Мышки Внешний Вид Либо На деталь На саму Общую Либо На тело Которое Сделано Отдельными Операциями Это Если У вас Много Тел В одной Детали Вот Либо Сюда Нажимаете Выбираете Здесь Внешние Виды И Здесь Уже Пластик Метал Давайте Метал Сделаем Какой Нибудь Такой Сталь Сталь С насечками Например Наводите Бросаете И Выбираете Что у вас Будет Деталь Либо Какая Операция Отдельная И Вот Такая С насечками С такими Будет Деталь Вот Такие Детальки На Сечении Классно Смотрится Давайте Сейчас покажу Выбираем Сечение Например Здесь И вам Нужно Его Сохранить Чтобы потом Оно у вас Потому что Если вы Сейчас просто Нажмете Окей То у вас Сечение Слетит Потом Когда вы Выключите Поэтому Вы его Сохраняете Нажимаете Сохранить И у вас Появляется Смотрите Как на Срезе Прикольно Смотрится Как будто Деталь Распиливали Ну В общем Классно Получается Если вам Сечение Не нужно То есть Разрез Вы его Включаете Чтобы Заново Включить Идете На вид И выбираете Здесь Своё Сечение Вот у вас Разрез Нажимаете И оно Снова Возвращается К тому Виду В общем Вот такая Штука Прикольная Всё Спасибо Всем Большое И до Новых Встреч